Добрый день! Хотелось бы показать, как программируется и работает миниатюрное радиореле 433 МГц с кодом товара 04032 Данное реле позволяет переключать как низковольтную, так и высоковольтную нагрузку благодаря тому, что внутри содержится миниатюрное реле Вот оно в открытом виде реле, которое позволяет коммутировать ток около 1 А Желательно чуть меньше, если предполагается долгосрочная работа Тут на выходе сухие контакты реле То есть, так называемые сухие Просто как переключатель со средней точкой Можно выбрать как нормально замкнутый, так и нормально разомкнутый В наборе идет реле и вот такой кабелек для самостоятельной пайки Значит, самое главное, чтобы ничего не спалить Это плюс-минус Вот это красный плюс, черный минус Подключается к питанию от 3,5 до 12 вольт 12, там можно 13 даже Плюс-минус Не страшно, работает оно Вот, то есть, можно его питать в том числе и от литий-ионных аккумуляторов Которые имеют напряжение 3,7 вольта Значит, насчет программирования И подключения брелков Брелки содержатся на... Подключаются те, которые имеют кодировку EV1527 Такой чип внутри стоит Значит, это могут быть... Это вообще очень и очень популярные брелки То есть, они везде и всюду сейчас продаются Есть у нас в том числе есть модели без антенны выдвижной Они около 80 метров будут работать Есть с выдвижной антенной Эти, может, там до 150 метров могут вытягивать И также у нас есть дальнобойные пульты Такие большие Которые около 2 километров могут передавать Имеют дальность Также, если необходимо еще увеличить дальность Можно выдвинуть вот эту антенну Раскрутить эту спираль Вообще, для этой частоты идеальна антенна 17 сантиметров То есть, тот, кто умеет там паять Можно, в принципе, и припаять просто стержневую антенну Такую 17 сантиметров Это четверть длины волны 433 мегерца Значит, программируется В нем есть три режима работы Как первым делом стереть его настройки? Необходимо нажать вот эту кнопку Маленькую Нажимаем и ждем Около 5 секунд Все, начал мигать Все, сейчас на пульт он не реагирует Теперь Нажимаем один раз Ой, не нажал Все, он ждет управляющего сигнала Какую нужна кнопку, то и выбираем Кнопку А Вот кнопка Б, С, Д Не реагирует Теперь Здесь припаяно Тут подается сейчас 12 вольт 12 вольтового блока питания Нормально замкнутый Мы не используем сейчас То есть я коммутирую плюс На эту лампочку Светодиодная лампочка Обычно Режим номер один Характерен тем, что Сколько жмем кнопку Столько он И срабатывает реле То есть это можно для каких-то там Боевых действий и так далее Использовать Теперь Переключаем режим номер 2 В принципе можно не скидывать настройки Режим номер 2 Нажимаем 2 раза Раз Ой, не успел Сейчас, секунду Один Два Ждет Теперь Тоже нажимаем одну кнопку Но Этот режим характерен тем Что какой кнопкой включаем Такой кнопкой и выключаем Это удобно только Тогда, когда мы визуально видим Что свет включился Или там мотор запустился Тогда это можно делать Если мы не имеем доступа к объекту То этот режим не годится Кто знает, дошел сигнал или нет Поэтому для этих целей Существует еще режим номер 3 Сейчас покажу Нажимаем 3 раза Раз Два Три Ждет Только ждет он Нажатие двух кнопок А И Б Значит, теперь После этого Включаем кнопкой А Дальше она не реагирует А выключаем кнопкой Б То есть Для Если не уверены Включится Не включится И где-нибудь Ходим там Возле объекта То просто Можно бесконечно Нажимать на кнопку А Ну, чтобы уже гарантированно Включить Его Вдруг Не достает Там связь И так далее Кнопкой Б Мы в любом случае Только выключаем Это такой Наиболее удобный режим Но он требует Занимает уже Две кнопки В принципе Вот допустим К этому пульту Простейшему Можно подключить Два вот таких вот реле Одно будет управляться И второе Или можно получить Четыре реле Каждая кнопка Будет Управлять Своим Своим реле Ну, на режимах Один и два А для режима Три Только два реле Можно подключить Все Всем спасибо За внимание